МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКОЙ ДУМА МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКОЙ ДУМА И, естественно, те задачи, которые ставит Магаданская городская дума, в новом формате будут учитываться в дальнейшей работе контрольной палаты. В связи с тем, что Антон Басанский победил на прошедших выборах и был избран депутатом Государственной думы Российской Федерации от Магаданской области, дума прекратила его полномочия как городского депутата. По итогам состоявшихся до выборов новым членом представительного органа стал Михаил Тумашов, ранее работавший депутатом областной думы. Перед началом заседания ему торжественно вручили депутатский значок по избирательному округу номер 12. Своим мнением о будущей работе Гордумы с Вечерним Магаданом поделился Сергей Смирнов. По форме Антон Александрович покидает городскую думу и будет представлять Магаданскую область в Государственной думе. Но по содержанию работы, я уверен, мы не один раз еще встретимся и я думаю, что он будет автором. Сегодня мы приняли его нормотворческую инициативу по улучшению финансового состояния определенной категории жителей города Магадана. И я уверен, что это будет не крайне, а еще также инициативы последуют и не один раз мы к ним вернемся и дальше работа будет продолжаться плодотворно. А что касается Михаила Вениаминовича, замечательно то, что человек с большим опытом, с пониманием проблем своего округа будет в городе отстаивать их интересы. И я уверен, что его опыт и понимание этой ситуации, оно пойдет только на пользу общему процессу. Сегодня состоялось очередное заседание правительства Магаданской области. Одна из основных тем повестки была посвящена участию Магаданской области в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Так, на сегодняшний день в соответствии с поручениями председателя правительства Российской Федерации, в первом квартале текущего года направлены предложения паспортов регионального проекта Магаданской области в адрес аппарата правительства Российской Федерации. В данном региональном проекте закреплен основной показатель национального проекта. Данный показатель согласован с «Растуризмом». Определены ответственные лица за реализацию регионального проекта. Определены куратор, руководитель и администратор. В настоящее время ведется формирование заявки на регистрацию уполномоченных лиц по работе в системе электронный бюджет. Данную работу мы должны завершить 15 октября и она в установленный срок будет исполнена. Далее, по информации «Ростуризма» паспорт национального проекта уже размещен, внесен в систему электронный бюджет, но наша территория, как и многие другие, пока не видят ее. Все с проектным офисом в ежедневном режиме, с проектным офисом Магаданской области, мы данную работу ведем. При «Ростуризме» создан проектный офис. Основные меры в рамках национального проекта предполагают субсидии на создание кемпингов, автокемпингов, формирование точек туристского притяжения, поддержку и создание новых национальных маршрутов, обустройство исторических центров городов, а также предоставление кредитов для инвесторов на создание гостиниц и грантовую поддержку предпринимателей в сфере туризма. Стоит отметить, что Агентство по туризму региона совместно с Российским государственным университетом туризма и сервисом Москвы разработали концепцию первого в регионе туристического кластера. Итоговая концепция была направлена в корпорацию «Туризма РФ» с целью включения его в национальный проект. Концепция была согласована и уже в наш регион направлено соглашение о совместной разработке мастер-плана территории туристического кластера между корпорацией «Туризма РФ» и правительством Магаданской области. В редакцию медиахолдинга «Вечерний Магадан» обратились жители многоквартирного дома по адресу улица Колымская, дом 7, корпус 1. Этот дом обслуживается управляющей компанией «Реу-7». Жильцы, дождавшись нашу съемочную группу, предметно на месте указали на ряд раздражающих их проблем. «И вот смотрите, вход в этот подъезд, это сейчас летом, еще люди кое-как заходят, а зимой здесь вот это сломано, вот видите, сломана плита, уже сейчас вода стоит, упадет снег, это люди уже будут…» «Это будет гололед, уже видите, это вот вход подъезд, вот смотрите, в каком состоянии вот дом, это вот видите, плесень уже в квартиры проходит, он под подоконниками, это ужасно просто. «Да вот здесь вот оно видно, дом сдан в 97-м году, 24 года, ни разу не делали, это же текущий ремонт, это все можно было сделать, и тем более такие деньги снимают, каждый месяц, вот здесь 60 квартир, представьте, а с каждой квартиры где-то в среднем 1800 рублей. Жители многоквартирной пятиэтажки вынуждены сами и за свой счет подметать и мыть полы в подъезде, косить траву на газонах у дома и даже изготавливать ступени ко входу в подъезд. «Вот этого вот крыльца не было, это вот крыльцо я сам привез материал, вот представьте, видите, вот кусок лежит бетонного блока, вот люди ходили, заходили по нем, я только купил квартиру, вот, смотрю, ну как-то, как можно заходить. Она холодная, с ноября месяцев 20-го года, мы в ноябре месяце подали заявку аварийную, что в подъезде холодно, мы зимой вынуждены открывать двери мост-квартиры или складовки, чтобы тепло хоть вошло в подъезд, потому что, ведь, сами понимаете, на улице молодой, под дверью хоть и прикрытой, но все равно детей у нас приезжают, внуки бывают, не выпустишь дуба. И вот эта батарея, вот, они, прошла зима, вот, я улетел я в ноябре месяце на материн, приехал вот уже в июне месяце, Сергей сказал, так, никто не появился, ничего не сделал. И вот сейчас, ведь уже зима, батарея холодная». По словам другого жильца этого дома, даже после многочисленных жалоб во всей инстанции, вплоть до приемной президента, качества работ, выполненных управляющих компанией, никакое. «Я здесь живу с 2003 года, вот, проживаю, мы еле-еле упросили РЭУ-7, я не знаю, они так быстро сделали здесь у нас ремонт, вот, покрасили, побелили, потому что у меня сосед, Резниченко Александр, вот, он с 48-й квартиры, он забросал бумагами, чтобы сделали хотя бы ремонт, потому что до этого, тут простые катакомбы были, до выборов, в этом году, до выборов, за два дня до выбора, они приехали, просто намазали фасад, просто помазали, прям вот были большие пятна, плесень шла снаружи, они ее просто закидали, даже не счищали». Жители дома, с их слов, годами не могут встретиться с руководителем РЭУ-7, так как в приемной управляющей компании им отвечает, он очень занятой человек. А пока руководитель управляющей компании занят, жильцы сами моют полы, очищают подходы к подъезду от снега, косят траву у дома и исправно за это платят. «Просто вот на дом посмотришь, весь обшарпанный, это издевательство какое-то вот». Материнским капиталом можно оплатить не только обучение ребенка в университете, но и проживание студента в общежитии. Для этого необходимо предоставить следующие документы. Заявление, договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения оплаты и справка из учебного заведения, подтверждающая факт проживания ребенка или детей в общежитии. Удобнее всего подать заявление в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Затем в течение трех рабочих дней предоставить в клиентскую службу ПФР оставшиеся документы. Также заявление с необходимыми документами можно подать через МФЦ или непосредственно в орган ПФР, предварительно записавшись на прием. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала рассматривается не более 10 рабочих дней. И еще 5 рабочих дней отводятся на перечисление суммы, указанной в договоре на счет учебной организации. Редактор субтитров А.Семкин